Приветствую всех любителей вымерших животных и людей, кто просто хочет узнать что-то новое. Сегодня для вас я собрал десятку редких динозавров, о существовании которых вы скорее всего не знали. Спинофорозавр. Род ранних завроподовых динозавров из Западной Африки, обитал в юрском периоде около 167 миллионов лет назад. Единственный известный и соответственно типовой вид спинофорозавр нигеренсис. Спинофорозавр является базальным гравизавром, достигавшим около 13 метров в длину. Во время раскопок было найдено два экземпляра, по которым удалось восстановить около 60 или даже 70% скелета. К ним относятся части черепа, фрагменты челюсти с зубами, позвонки, ребра, таз, плечевой пояс и кости конечностей. Вместе со скелетом голотипа были обнаружены два костных шипа с закругленными концами. Правая стеодерма немного больше и пропорционально отличается от левого элемента, что указывает на то, что, как и у шунозавра, у него были две пары хвостовых шипов. Сангуираптор. Род хищных динозавров из семейства Дромиазаврит, обнаруженный в Нижнемеловых от 125 до 120 миллионов лет назад отложений к провинции Леонин в Китае. Типовой единственный вид Сангуираптор Уянги, длина скелета которого достигает 1,3 метра и половина приходится на хвост. Массу динозавра при жизни оценивают примерно в 4 килограмма. Он был полностью покрыт перьями и их длина на передних и задних крыльях достигала 13 до 14 сантиметров. На хвосте около 30 сантиметров, что составляет примерно 30% длины тела животного. По этой причине динозавр был назван Сангуираптором. Название рода образовано от китайских слов и переводится как «хищник с длинными перьями». Видовое название дано в честь профессора Леонинского университета Ян Яндуна, помогшего с финансами во время вывоза находки из Китая. Остромия – это род динозавров анхиорнитит из позднейюрского образования Германии. Остромия – красипис. Таково новое имя, которое гарлемскому экземпляру дали немецкие специалисты по результатам свежего анатомического филогенетического анализа. Род назван в тесть ученого, указавшего на его динозавровость. А видовой эпитет сохранился в таксономической летописи с тех времен, когда рептилия еще числилась птеродактилем. В научной статье говорится, что в сохранившихся фрагментах скелета не найдено ни одной важной для диагностики черты, роднящей его с архиоптериксами. Зато выявлены характеристики, сближающие остромию с динозаврами, найденными в Китае – анхиорнисом и осиноптериксом. Для всей этой группы родственников авторы предложили новый таксон – анхиорнитит. Сатурналя – самый ранний из известных травоядных динозавров из корнийского века, от 237 до 227 миллионов лет назад, из Триасового периода Бразилии. Первоначально его считали ранним прозауроподом, теперь установлено, что он более примитивен, поэтому классифицируется как ранний заварподоморф. По трем почти полностью сохранившимся скелетам можно воссоздать внешний облик этого изящного животного с длинной шеей и длинным хвостом. Голова маленькая, зубы грубо зазубренные, приспособленные к размалыванию растительной пищи. Тело обтекаемое, ноги тонкие. Кости таза примитивны, этот род находится на границе от ряда динозавров. Но голеносопные суставы такие же, как и у современных ему травоядных динозавров. По происхождению он был очень близок к паразауроподам и зауроподам. Своё имя Сатурналия получил в честь римского праздника зимнего солнцестояния, когда и был найден его скелет. В длину достигал полтора метра. Блеконозавр. Род динозавров из-под отряда заварподоморф. Окаменелые останки обнаружены в формации Элиотруэн в лесотой, датируются верхним Триасом. От 227 до 201 миллиона лет назад. Галлотип хранится в Южноафриканском музее в Кейптауне и представляет из себя одну левую нижнюю конечность. Типовой единственный вид бликонозавр Кромптоне был впервые описан Гальтоном Иван Херденом в 1985 году. Блеконозавр был, насколько известно, первым динозавром, использовавшим для передвижения все четыре конечности. Другие современные ему прозауроподы время от времени ходили на задних ногах. Сохранились только кости задней ноги бликонозавра. Стопа животного очень коротка, поэтому очень напоминает появившихся позднее зауропод. Однако его пятый палец, имеющийся у всех зауропод, очень мал, и это говорит о том, что бликонозавр был представителем боковой ветви прозауропод, а не часть эволюционной линии, ведущей, собственно, к зауроподам. Длину достигал 5 метров. Лесимзавр – род травоядных завроподоморфных динозавров. Типовой вид лесимзавру зауропоидос был открыт в 1971 году аргентинским палеонтологом Хосе Фернандо Бонапарте. Длину динозавра достигал 9 метров. Ископаемые остатки были обнаружены в слое возрастом около 210 миллионов лет в Верхний Триас, Норийский Ярус, в Аргентине. Назван в честь американского писателя Донна Лессема, популяризировавшего динозавров. Первое описание открытого динозавра было дано Бонапарте в 1999 году. Это описание было основано только на найденных частях шеи, спины и крестца, так как другие части на момент публикации еще не обнаружили. Полное описание вида было сделано в 2007 году. Камелотия – род динозавров из-под отряда завроподоморф, живших во времена Верхнего Триаса Рыцкий век на территории современной Англии. Типовой единственный вид камелотия Бориалийс описан Гальтоном в 1985 году. Позвонки тазовой кости и кости ног – части скелета, как считается, принадлежавшие к камелотии и весьма загадочны. Изгиб бедренной кости в области крепления мышц сходен с тем, что мы наблюдаем у зауропод. Однако остальные все кости указывают на то, что она член семейства прозауропод – меланорузауроид. Значение имя – из камелота. В длину достигало примерно 9 метров. Руехлея – род зауроподоморфного динозавра Платиозаврида из позднего Триасового периода. Норийский век – от 216 до 203 миллионов лет назад из Германии. Типовой вид – Руехлея Бетхеменсис, описанный Гальтоном в 2001 году. Назван в честь немецкого палеонтолога Уга Рюлефон Ливенштерна. Окаменелости представлены почти полным скелетом. Технозавр – род примитивных птиц тазовых динозавров из Корнийского века, 237 до 227 миллионов лет назад, из Триасового периода, штата Техас, США. Была обнаружена лишь челюстная кость и зубы. Судя по челюстной кости, Технозавр был маленьким и стремительным двеногим динозавром. Он передвигался на задних ногах, уравновешенных тяжелым хвостом. Название рода означает «Ящер из Техаса», а видовое название технозавра «Смайли» – дано в честь Брайана Смола, палеонтолога, который и проделал большую работу в южных штатах США. Технозавр, видимо, искал себе пищу в подлеске хвойного леса, где сейчас находится национальный парк окаменелый лес. На него, вероятно, охотился целофис и его родственники. Длину достигал около 1 метра. Изаназавр был одним из первых динозавров-зауроподов, чьи окаменелости и следы лап были обнаружены в слоях верхнего триаса 210 миллионов лет назад в Таиланде. Название означает «Ящер из Изаны» – место находки в северо-восточном Таиланде. Известен один вид – изаназавр Атавипахи, названного в честь Атавипака, директора Тайского департамента минеральных ресурсов, оказывавшего содействие палеонтологическим исследованиям. Изаназавр известен только по фрагментам позвоночника, лопатки, ребрам и бедренной кости. Форма бедренной кости представляет собой нечто среднее между изогнутой костью прозауропода и прямой костью зауропода. Места крепления мышц также представляют собой нечто среднее между ними. Однако, строение хвостовых позвонков указывает на то, что это животное скорее относится к зауроподам, чем к прозауроподам. Кости хвостовой части позвоночника не сросшиеся, что свидетельствует о том, что это молодая особь. Длину достигала 6,5 метров и весила 2 до 3 тонн. Если вы не узнали хотя бы пару животных, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. В будущем я и дальше буду расширять ваш кругозор в этой тематике. Обязательно поделитесь в комментариях под этим видео своим мнением и впечатлениями.